Сегодня я решил попробовать два моносыпажных вина одного производителя одной страны. Термин моносыпажный означает, что каждый из этих вин сделан из одного единственного сорта винограда. Производитель называется The Grinder, как мой местный оксфордский акцент. Сорта винограда соответственно Шерас и Пинотаж, а страна производства Южная Африка. И первое, что я вам скажу про эти вина, так это у них достаточно неприличная цена. Каждый из этих вин в рознице стоит примерно 7 евро. Но я тоже хитрый, я еще воспользовался двумя скидками и купил их вообще примерно за 4,5 евро за бутылку. Такая цена, конечно, вызывает подозрения. Разве может хорошее вино, да еще на нашей полке, да еще и привезенное за 3,9 земель, стоить настолько неприлично мало? Ну, в этом вопросе нам с вами и предстоит разобраться прямо сейчас. Но сначала полтора, буквально полтора слова про ЮАР. Что вы, что вы знаете про ЮАР? Ну, там очень долго ущемляли права негров, извините, чернокожих. А потом эти чернокожие пришли к власти и стали ущемлять права белых. Примерно такая история у нас с вами в голове, правда? Она отчасти правдивая, но нас с вами будет интересовать все же вино, а не права расовых меньшинств. Хоть эти две темы вы не поверите, очень тесно связаны. Поскольку я вам обещал про ЮАР всего полтора слова, а заливаю уже почти минуту, то пора перейти к делу просто телеграфным стилем. Итак, первое. В ЮАР очень строгие и очень правильные законы по вину. А значит, что попало, писать на этикетках там нельзя. Второе. Винным традициям ЮАР уже больше 350 лет, и это самый старый производитель нового света. Самый старый производитель нового света. Как вам такое? ЮАР очень богатая африканская страна. И, значит, стоимость рабочей силы там, и черной, и белой, не будет очень низкой. Поэтому на виноградниках работает сельскохозяйственная техника. И это нормально. Главный сорт винограда в ЮАР – это пинотаж, который больше нигде, почти нигде больше не растет. Стоп. Остановите Остапа, а то вместо того, чтобы рассказывать вам про вино, он сейчас вам начнет читать лекцию про ЮАР. Да, тронулся, господа присяжные заседатели. Но это ведь надо было знать, правда, прежде чем пробовать вино. Это ведь нам поможет разобраться. Ок. Как вы видите, в одной из этих бутылок у нас находится тот самый пинотаж. А во второй – ШИРАЗ, который французы называют так – СИРА. Ну ладно, лекций по пинотажу и ШИРАЗу сегодня не будет. Но если вам интересно про это, напишите в комментариях, и я с удовольствием обстебую их тоже. Как видите, на одном из этих вин есть такие вот золотые наклеечки. И тут написано, что это вино завивало какие-то медальки на каких-то конкурсах. Так вот, по большому секрету, оба этих вина очень-очень привилегированы. И пинотаж, и ШИРАЗ могут похвастаться кучей наград. И это все за 7,5 евро. В моем случае за 4,5 евро. Я хочу обратить ваше внимание еще на одну важную деталь. Вот посмотрите на эту наклейку. И здесь написано Integrity и Sustainability. Что это значит? Это значит следующее, что в ЮАР существует специальная правительственная программа. Integrity и Sustainability. Смысл которой, если коротко, сводится к тому, что вино и прочие спиртные напитки должны производиться с максимальной заботой о природе. И этот производитель, Grindr, как видим, участвует в этой программе. За что ему, конечно, большой респект. Ну что, теперь давайте все же попробуем. Начнем, наверное, с пинотажа. Вот он, пинотаж. Начнем с него. Он настолько выразителен, что даже немного рисковат. Насыщенный. Может немного тяжеловатся. Мелье сказали бы тельное вино. Но я бы скорее определил его как вино с характером. Такой себе, знаете, мускулистый бэтбой. Может быть слегка вульгарный. Но его простота явно обманчива. Пусть он даже в татуировках, но отнюдь не примитивен. К знакомству с таким надо быть внутренне готовым. Черные ягоды, смородина, вишня, скорее засахаренная. Специи. Очень очевидная бочка. И какие-то древесные мотивы. А потом чуть-чуть кофе. И может быть даже шоколада. Убейте меня, но я не ожидал такой многослойности от вина за 7 евро. Ну теперь давайте к Ширазу. Это вино, конечно, имеет гораздо более сладкий аромат. Но оно не бьет в нос танином. И тут такой, знаете, фруктово-ягодный коктейль. Но при этом он гораздо более сдержанный, чем ты ожидаешь. Даже при минимальном, буквально несколько минут общения с кислородом, вино ярко раскрывается. И такое впечатление, что этот Шираз начинает с тобой как-то заигрывать. Вот, знаете, так вот буквально как будто берет тебя за руку и как бы куда-то приглашает к кому-нибудь разговору, увлекает. Вишня. Вишня, какие-то цветочки, может быть фиалка, может быть немножко сливы. А может быть даже чернослив, такой, знаете, сильно подсушенный на солнце. Где-то в конце появляется такая, знаете, загадочная смолистая нотка. И совсем почти неуловимая табачная. С чем сочетаем? Конечно, мясо. Под пинотаж прекрасно подойдет любое мясное рагу, без строганов. Короче говоря, мясо, которое долго тушилось и набралось ароматов овощей и специй. А вот шираз, здесь я бы тоже взял мясо, но с минимальным кулинарным вмешательством. Ну, например, можно шашлык или даже лучше стейк. Такой, знаете, слегка перченый. Перца на мясе однозначно не должно быть слишком много. Иначе ваши рецепторы не просто взорвутся. Но пол оборота СЧП, СЧП, все же, позвольте. Пусть он полежит минуточку на вашем стейке, который только что из хоспера. И обязательно медиум ре. И потом попробуйте. И напишите мне, напишите мне, как оно было. Поехали. Поехали. Поехали.